В аэропорту Курумич встречают первых пассажиров регулярного рейса из Стамбула в Самару. И по авиационной традиции воздушное судно встречают водной аркой. Это такой аналог салюта, потому что в аэропорту ни шариков, ни салюта, естественно, не предусмотрено. Четыре часа в полете и Боинг 737-800 на Самарской земле. Самолет может вмещать в себя до 180 пассажиров. Сейчас этот рейс дневной, но в будущем вылеты будут по ночам три раза в неделю. Самара стала первым городом в ПФО и десятом в России, куда одна из крупнейших авиакомпаний Европы Turkish Airlines открывает регулярные рейсы после восстановления дружеских отношений между Россией и Турецкой республикой. С открытием международных авиарейсов из Турции возникает возможность не только путешествовать для жителей Самарского региона, но также возникает возможность приглашать наших турецких партнеров на территорию Самарского региона с туристическими и деловыми целями. Аэропорт Стамбула входит в тройку европейских по количеству пассажиров. Это аэропорт Хаб. Он используется как пункт пересадки и имеет высокий процент стыковочных рейсов. Жители Самарской области получают возможность летать из Стамбула по всему миру. И мы открываем для самарцев не только Стамбул, но и весь мир. И Самара открывается для всего мира. Жители всех стран из Стамбула могут совершать полеты в этот город. Турецкое направление всегда было популярным среди самарцев. И в прошлые годы пассажиропоток был довольно высок. Теперь он обещает только увеличиваться, говорят специалисты. Уже сегодня в обратный рейс отправляются десятки пассажиров. Преимущество однозначно есть, что нет пересадки в каких-то других городах. Не приходится ждать рейса следующего. Я считаю, что это очень достойный рейс. Это уже не единственный прямой рейс в направлении Самара-Стамбул. Напомним, две недели назад регулярный рейс открыл турецкий лоукостер. В планах еще один перевозчик Pegas Flight. Вылеты в Стамбул могут стать практически ежедневными. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События.